День семьи, любви и верности, награждение юбиляров, семейной жизни в Смольном и масштабный праздник для горожан в Пулковском парке. В память о Петре и Февронье в Петербурге совершили чин освящения храма и памятника покровителям христианского супружества. Благоухание Рос и Хризантем. Город впервые принимает международный фестиваль цветов. Лучшие флористы представили свои работы. Бриллиантовая, золотая, рубиновая, коралловая и жемчужная свадьбы по традиции в День семьи, любви и верности в Смольном чествовали юбиляров супружеской жизни. Президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и губернатор Петербурга Александр Беглов вручили петербургским парам, которые прожили в браке от 25 лет и более, медали за любовь и верность. Грамоты и иконы с изображением святых благоверных Петра и Февроньи, покровителей православной семьи и брака. Этот день отмечают и он шагнул далеко за пределы нашей Родины и отмечают уже и в других странах и более чем в 45 странах. Мы также приветствуем своих соратников, своих соседников, которые также изъявили желание отмечать этот праздник вместе с нами, вместе с Великой Россией. Как говорит наш президент, все духовные ценности, они прежде всего хранятся и рождаются где? Да, конечно, в семье. Именно семья является оплотом наших духовных ценностей и воспитанием нашего будущего поколения. Леонид и Галина Кулямина вместе уже 61 год. Он геолог, анахимик. Говорят, за эти годы брака сложили свои традиции преодоления трудностей. У нас была такая традиция. Если эту неделю я первой мерюсь, то следующую ссору он первой мерится. И так, а потом там уже надоело считать, кто первый. И вообще не ссорились. Всего в Смольном сегодня чествовали 30 супружеских пар. Праздничный концерт дали губернаторский симфонический оркестр и ансамбль Эдельвейс. Сегодня в поселке Солнечное святили храм в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Чин совершил патриарх московский в Сеерусе Кирилл. События приурочили ко дню семьи, любви и верности. В этот день принято почитать святых покровителей христианского супружества. На церемонии присутствовали также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, губернатор Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский, председатель правления Газпром Алексей Миллер. Патриарх наградил орденами Русско-Православной Церкви меценатов и архитекторов. Всего пять человек. А также поздравил прихожан с открытием храма. Есть огромная потребность в строительстве новых храмов. Есть желание людей, в том числе и обновить свое религиозное чувство, и укрепить себя духовно. И вот в этом замечательном месте воздвигнут храм. И дай Бог, чтобы вокруг него расплодилась христианская православная община. Деревянная церковь в стиле северного, позднего русского модерна, построена в прошлом году. Сегодня к Леру храма Дмитрий Медведев подарил икону Божьей Матери «Нечаянная радость». Это произошло вашими стараниями, стараниями и молитвами Русской Православной Церкви. И огромного количества людей, как принято говорить в церкви, соработников, которые помогали и продвижению этого проекта, и помогают строить огромное количество других храмов на Руси. А рядом с храмом открыли памятник Петру и Февронье Муромским. На каменном постаменте волговерной супруги изображены в бронзе, в старинной русской ладье. В основе композиции эпизод из повести о Петре и Февронье Муромских, написанной в конце XVI века. Большой семейный фестиваль состоялся в Пулковском парке. Весь день для гостей работали площадки с мастер-классами, играми и лекциями. Была подготовлена обширная и разнообразная познавательная и развлекательная программа. Впечатления Дмитрия Ковалева. Весь Пулковский парк сегодня – одномасштабная игровая и образовательная площадка. Большой семейный фестиваль – это 15 мастер-классов для всех членов семьи. В нашей группе ВКонтакте зарегистрировалось более 7 тысяч человек. Почему это вызвало такой интерес? Потому что мы представляем сегодня множество возможностей для семей. Это выражено в наших мастер-классах. То есть есть как рукодельные мастер-классы, есть и спортивные, также есть лекции. Из цветных кубиков юные петербуржцы собирали макеты городских переправ. Среди них Большой Смоленский мост. Его строительство – часть масштабного проекта, который изменит транспортный каркас Петербурга. И пока дети увлечены конструктором, родители могут узнать о развитии инфраструктуры города. Это будущие трассы М7, М32 и М49. Уже построенный Лиговский путепровод и развязка у Лахта-центра. Мосты не только строят, но еще и рисуют на открытках, как один из символов северной столицы, наряду с новыми автобусами. Их модели собирали в шатре, посвященном соответствующей теме. Здесь же можно было узнать все подробности о новой модели транспортного обслуживания. Конечно, их интересует, что такое умный трамвай. Мы им тоже рассказываем. Ребята рассказывают, ведущие о том, какая новая система помощи водителю. Что теперь ДТП гораздо меньше процентов, по-моему, уменьшился на 20%. То, что у нас активно развивается электротранспорт, газомоторный транспорт, то, что все сейчас более в экологию уходит. Особой популярностью пользовались мастер-классы по дизайну. Своими руками можно было сшить сумку или сделать украшения из лоскутков ткани. Дизайн – это одна из сфер бизнеса, на развитие которой можно получить средства в рамках проекта «Социальный контракт». 350 тысяч рублей – замечательная мера. Ее можно получить благодаря социальной помощи под названием «Соцконтракт». Обращаются очень активно, очень часто. Причем часто приходят сначала с одной идеей, потом пишут бизнес-план. В этом также помогает фонд развития малого и среднего бизнеса. И потом уже преобразовывают свою идею и решают, что, например, нужна не кофейня, а, например, ателье. Еще одна полезная для молодых семей площадка – это лектория. Здесь подробно рассказывали о социальных программах, льготах, субсидиях. Особенно важны вопросы, связанные с покупкой жилья. Осветить важные для себя вопросы и узнать много нового. И также, конечно, отдохнуть и просто расслабиться, потому что на неделе переутомляешься. А на выходных и всей семьей, и в обществе активных, позитивных людей. И важная информация, и развлечение – это все восхитительно. И мы безумно рады, что такое организуется. Скраббукинг, занимательные химические эксперименты, рукоделие – это только часть программы. На экологическом мастер-классе рассказывали о познавательных экотропах и о том, как правильно сортировать мусор. Чтобы люди дома могли правильно его рассортировать, так как это очень глобальная проблема загрязнения нашей природы. Чтобы знать новости, в первую очередь, какие-то интересные события. И вообще лучше узнать свой город. Я считаю, что это, конечно, необходимо. На протяжении всего фестиваля на главной сцене выступали творческие коллективы. А победителям розыгрышей и викторин вручили призы. Это игрушки для детей, а также билеты в театры и музеи. Дмитрий Ковалев, Сергей Улитин, Сергей Клюкин, Мария Плакидина. Новости, телеканал Санкт-Петербург. А в Кронштадте сегодня состоялась торжественная церемония бракосочетания военнослужащих. Супруги Виталий и Юлия, оба в составе военно-морского флота России. Он капитан третьего ранга, ветеран боевых действий, а она старший лейтенант, специалист узлосвязи. Молодожены познакомились на работе по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Глава администрации Кронштадтского района вручил молодоженам сертификат на свадебное путешествие. «Был сложный, напряженный день. Я торопился. Он принес мне телеграмму, а она оказалась с ошибкой. И мне пришлось все переделывать. И тут, после такого случая... Да, за оказыванную помощь, содействие. Пригласил ее на свидание в дальнейшем. И мы поняли, что мы созданы друг для друга». Депутат Государственной Думы Николай Цетт, который присутствовал на церемонии, поздравил всех с Днем Святых Петра и Февронии и пожелал счастья и благополучия новоиспеченной семье. «Чтобы семья была полноценной, чтобы ощутить вообще вкус, радость жизни, то, конечно же, обязательно должны быть дети. Поэтому очень важно поддерживать молодые семьи. Очень важно подсказывать им, помогать, направлять. Потому что это такой очень важный, очень нужный вопрос для нашего государства, для нашего отечества. Потому что чем крепче семья, тем крепче страна». Также сегодня по инициативе партии «Единая Россия» и при участии фонда «Защитники» отечества по всей стране чествуют семьи участников СВО. Тонный роз, хризантем, подсолнухов и пионов в Кронштадте стартовал Международный фестиваль цветов. В этом году он посвящен 320-летию Петербурга. Флористы со всей страны, а также Армении, Белоруссии и Туркменистана представили свои семь арт-объектов. Это уже 17-й цветочный фестиваль. Он посвящен Дню Семьи, Любви и Верности. И впервые местом проведения шоу флористов стал Кронштадт. В цветочных композициях четко прослеживается тематика фестиваля. В работах флористов можно разглядеть знаменитого поющего павлина из Эрмитажа, беседку летнего сада, китайский мост царского села и кораблик Адмиралтейства. Здесь у нас головной убор. Я его изготавливала в рамках этого конкурсного задания. Тоже имитация корабля и остого корабля. Цепи такие красивые, прекрасные. В создании композиции использовали ромашки, пионы, гвоздики, орхидеи и в качестве украшения экзотические растения, антуриумы, амаранты. 80% цветов выращены в России. Конкурсные работы флористов оцениваются по четырем номинациям. Лучший букет, цветочный костюм, головной убор и зонтик. Полюбоваться оригинальными композициями можно до 17 июля. О том, как будут развиваться события, мы расскажем уже в следующих информационных выпусках. Всего вам доброго и до встречи.